Здравствуйте, мои дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о витамине С, главном инструменте, который будет помогать нашему организму бороться с вирусами, простудными заболеваниями для укрепления иммунитета и незаменимый инструмент укрепления вашей кардиоскулярной системы, потому что здоровье нашего сердца, здоровье нашей лимфатической системы напрямую связано с витамином С. И самое опасное заключается в том, в ситуации, что витамин С не вырабатывается человеческим организмом. Мы полностью рассчитываем на его приход извне. И многие люди используют витаминно-минеральные комплексы или дополнительный чистый прием витамина С в таблеточках с надеждой на то, что мы будем восполнять, так сказать, его недостаток. А его необходимое количество в день – это 100 мг, достаточное для человеческого организма. Но из таблеток он, к сожалению, не усваивается. Он, на большей части, выходит с мочой. И сейчас я с вами пойду в магазин, покажу вам самые лучшие продукты, которые содержат больше 100 мг или около 100 мг витамина С. И расскажу, как правильно выбирать и продукты, и чего стоит опасаться в таблетированных комплексах. Ну и, конечно же, еще немножечко расскажу вам о витаминах С. Поехали! Вот мы с вами, собственно, и добрались до магазина. И обычно это вот или вот такие стенды с витаминами, или в аптеках вы имеете, да, вот такие вот витамины минеральные, прям отделы специальные для, там, прям для укрепления иммунитета на них написано. Давайте посмотрим состав витамина С. Вот он, прям, посмотрите, какой красавчик. Так, еще и с добавлением цинка, прям невероятно. Значит, для вашего здоровья, для тех, кто, ребята, смотрит первый раз мои видео, я живу в Чехии, и тут немножечко на чешском будет написано, но я уверен, это нам не помешает. Посмотрите, витамин С, 100 мг, как я говорил, это дневная норма. Его чистой воды из аскорбиновой кислоты. И это неполноценный профиль витамина С. Нам он нужен в биологически доступной форме. То есть вот такой из аскорбиновой кислоты на 90% выйдет с мочой. Сейчас мы с вами пройдем к продуктовому ряду. Я вам покажу, какая должна быть биологически доступная форма витамина С, не таблетированная, а продуктовая, для того, чтобы усваивалась не 10 или 5%, а усваивалась 85-90%. Все равно будут потери на ЖКТ. Но все же самые правильные, так сказать, источники биологически доступной витамина С – это продукты, а не вот такие вот искусственные таблеточки. Поехали. И первое, к кому мы добрались, это апельсины. Многие думают, что апельсины и лимоны – это самые мощные инструменты получения витамина С. Но отнюдь, ребята. Вот в таком среднем апельсине где-то 25 мг. То есть таких нужно съесть 4, а это уже очень много углеводов. А, например, если мы возьмем с вами целый лимон, я говорю целый-целый, прям со шкурочкой, такой дает нам 45-50 мг. То есть по-хорошему нужно съесть 2 целых лимона со шкуркой для того, чтобы получить биологически доступную норму дневную витамина С из 2 лимонов. Поэтому это хоть и прекрасный инструмент, но все же его там маловато. А мы сейчас с вами пройдем к перчикам. Вот такой болгарский перчик или паприка содержит в себе огромное количество витамина С. Вот такой большой, как раз 100 мг примерно нам и дает. Или вот такие, посмотрите, красавчики. У нас есть еще вот такие вот поменьше. Вот таких 2 нам нужно, чтобы получить 100 мг витамина С. Поэтому болгарский перец паприка, желтый, зеленый, красный, это один из самых насыщенных витамином С продукт. Это очень удобно, потому что из этих продуктов можно делать салаты. То есть вы делаете салат, в котором у вас целый болгарский перчик, целая паприка, и вы закрываете всю дневную норму витамина С. Но это для поддержания здоровья. А если у вас уже есть, например, какие-то признаки вируса, то вам нужны так называемые загрузки витамином С. Потому что дозировки более, ребята, внимательно, более 500 мг в день дают тот буст иммунной системе для борьбы с вирусом. И самым мощным продуктом, который будет являться тем источником буста, то есть я не говорю, что лимоны и лайм или перчики не нужно кушать, но если вы, например, заболели, я вам сейчас покажу, какой нужно сделать салат, для того, чтобы прям дать мощнейший толчок вашей иммунной системе. И главным ингредиентом вашего салата для укрепления иммунитета будет квашеная капуста. Ребята, квашеная капуста, в отличие от лимона, в котором 50 мг, дает в 100 г продукта. Вдумайтесь, ребята, в квашеной капусте в 100 г продукта у нас от 200 до 700 мг витамина С. Это колоссальные дозировки, которые, вдумайтесь, ребята, в 4-6 раз выше, чем в цитрусовых. Многие думают, что цитрусовый – это самый насыщенный витамином С продукт. Но нет, квашеная капуста. Если вы сделаете салат из квашеной капусты и добавите к нему непосредственно квашеные огурчики, посмотрите, какие красавчики. В квашеных огурчиках невероятно большое количество витамина К и огромное количество пробиотиков. Ребята, в квашеных овощах гигантское количество пробиотиков. То есть вы получаете помимо огромной пользы в виде концентрированных витаминов, еще и пользу для вашего ЖКТ. То есть ваш кишечник, ваш желудок начинает работать намного продуктивнее. Вы начнете лучше чувствовать себя, даже если вы не больны. Используйте вот такой салат с квашеной капусточкой, с порезанными огурчиками. А еще вам сейчас добавлю туда ингредиент, который просто сделает вас пуленепробиваемым. Я делаю такой салат регулярно. Ребята, я болею 1 раз в 3-4 года, и то, если дети из садика принесут какую-нибудь заразу. То есть фактически я не болею. Мой иммунитет просто пуленепробиваемый. Сейчас покажу, какой ингредиент нужно добавить в ваш салат. Это делает его просто золотым. Вы добавляете в него сладкий, красный или синий, как хотите называть его, лук. Если нет, можно добавить обычный репчатый. Я добавляю вот такую целую головку каждый день в мой салат из 300-400 грамм капусты и 5-6 огурчиков. И можно к нему добавить еще домашнее масло. Чтобы вас обратить внимание, что я говорю о квашеных огурчиках, не о консервированных. Консервированные, ребята, имеют меньший процент полезных элементов. Консервированные – это обычно полностью стерилизованные продукты. Если в них будут бактерии, то банка вздуется. А квашеные имеют намного, короче, срок годности, и в них активные бактерии. Поэтому убирайте квашеные, а не консервированные. Сверху к такому салату я могу добавить или оливковое, или подсолнечное масло домашнее. И просто, ребят, вкуснота невероятная. Очень интересный факт, что у моряков 17-18 до и 19 века наблюдалась тотальная просто нехватка витамина С. И из-за нее разрушаются суставы, разрушаются все кровенесущие соединения. То есть, когда я вам сегодня раньше в видео говорил о том, что очень важно для здоровья кардиоваскулярная система, не просто так. Если вы напишите в гугле, посмотрите, что такое цинга. Цинга, ребята, это болезнь от глобального недостатка витамина С. Это кровоточащие десна, это разрушение человека. Человек от этого умирает. И в современном мире мы имеем очень много, по сути, проявлений хронической недостаточной витамина С. Потому что мы его либо из таблеток принимаем, либо из источников, где, как на детском питании написано, с добавлением витамина С. Это та же аскорбиновая кислота, которая биологически недоступна ни нам, взрослым, ни детям. Поэтому делайте, пожалуйста, правильный выбор, кушайте правильные продукты. И если вам это видео понравилось, вот такой разбор, для чего нужен какой-то витамин, для чего нужен какой-то минерал, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий внизу. Буду очень рад делать такие видео смонтированные, нарезанные, помимо наших прямых эфиров. Ну и, конечно, как всегда, родные мои, я приглашаю вас раскликивать описание этого видео. И приглашаю вас участвовать в моем 21-дневном потрясающем ПГ-марафоне, в котором я вас учу, как правильно готовить, выбирать продукты, мы восстанавливаем здоровье. И, естественно, избавляемся от лишних килограмм вместе. Ближайший марафон у нас стартует 28 апреля. Присоединяйтесь к нам через инструкции под этим видео, будет мега круто. А я вам желаю крепчайшего здоровья, родные мои, и отличного настроения. Спасибо.